Неожиданный звонок застал меня враспух. Увидев на дисплее номер абонента, я в нерешительности нажал кнопку вызова. Странно, он практически мне никогда не звонил. Да, спросил я. Андрюха, привет, дело есть, поговорить надо срочно. Произнес голос. Я не знаком из трубки. Серега, это ты? От его скомканных фраз мне почему-то стало не по себе. Да, это я, я, ну что сможешь, давай через полчаса у подъезда. В его голосе слышалась мольба. С такими интонациями обычно больной просит, чтобы ему сделали эвтаназию. Да, да, давай встретимся, хорошо. Но тут мой голос оборвался, услышав в трубке гудки. Не прошло и двадцати минут, как во дворе послышался виск автомобильных покрышек. Узнав в окне силуэт Сереги, я быстро оделся и выскочил из квартиры на крыльцо. Вид у него был потрепанный. Круги под глазами, взлохмаченные волосы. В общем, все говорило о бессонной ночи. А глаза придавали ему вид перепуганного кролика. Далее я привожу наш диалог за исключением своих возгласов, вопросов, комментариев. С себя я исключаю намеренно, чтобы рассказ не вырос в два раза. В общем, слушай, квартиру мне купили однушку недалеко тут, на стаханке. Родители ведь предупреждали, знаешь, как по традиции выезжают в квартиру, там коты, свечки, вот это вот, блин, дурак, ну ты знаешь меня. Так вот, я вместо этого, короче, решил другим методом воспользоваться. Ну, спрашиваешь, каким, да, типа поджег веник и как поп с кодилом начал ходить, обмахивать каждый угол. Да, знаю, идиот, тупо. Я еще говорил там всякую ерунду на манер священника. Ну, например, 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 бесы, сраные духи, говняные, ну погодите, прочь, идите. Ну, не смешно мне теперь, ну, короче, наоборот даже. Ну, короче, дальше ремонт, новоселье, ну, все как полагается, как у людей. Въехал, значит, и примерно через месяц началось. Ну, ты не торопись, сейчас расскажу. Приблизительно около часа ночи я услышал какую-то хуйню. Ну, звук странный, будто молотком какой-то чудак диски правит. Ну, колотится, ну, пускай себе колотится, ну, черт с ним, лег спать, просыпаюсь. Звук слышу, он не за окнами, на кухне, какой, какой страшный охрененно, вот какой, блядь. Ты забивал когда-нибудь гвозди в бетон, ну, например, на такой был звук. Да, безумил, что ли, ничего не употребляю. Я подрываюсь, короче, бегу на кухню, думаю, ну, если там вор, то голову ему точно откручу, подбегаю к выключателю, включаю свет. А нифига, нет, нет, ни воров, ни воровок, нет, нет, не показалось. Этой ночью больше не повторялось такого. Зато на следующую ночь по такому же сценарию, те же сутки, все так же. Только теперь я увидел, увидел, понимаешь, увидел. Никаких нафиг злых эльфов с молоточками. Там, блядь, гвоздь из стены торчал, гвоздь старинный, раньше такие дюймовые были. Вот, вот именно. Блядь, Андрюха, что делать-то теперь? Дальше что было? Дальше, дальше. Я вообще как по Стивену кинул. Короче, каждую ночь, каждую, еще гвозди прибавлялись. Я знаю, сколько там, на неделю. Через неделю у меня вся стена была ими заколочена. Кому показывать-то свет, включаю, есть гвозди. Всю ночь торчат сволочи, наутро пропадают. Вспомнил, хотел одной показать. Девчонка ночевала у меня. Ни черта не произошло. Тихо было, как в морге. А самое страшное, страшное впереди было. Руку видишь, видишь, руку завинтована. Вот, просыпаюсь позавчера от дикой боли. Смотрю, а из ладони самый этот гвоздь торчит, кровища кругом. Я потом сознание потерял даже. Пришел в себя сразу, ноги в руки оттуда, я там не появлялся больше. Я тебе чего рассказал? Не знаю, просто другие не поверят, а ты что случится? Ну, напиши куда-нибудь, предупреди, ну, всякое случится, можно. Не скажу, чтобы я ему поверил. Но все равно ощущение было не из самых приятных. После этих событий он переехал куда-то в соседний район. Известий от него никаких не поступало и на время я забыл о произошедшем. Но примерно в конце 2009 года на вечеринке мне рассказали, что с ним произошло. Кто-то говорит, что это были бомжи, кто-то говорит, что сектанты, кто-то намекает на криминал. Ну, достоверность в этих слухах только одна. Это то, что его нашли в заброшенном деревянном домике на окраине города. По всему телу в него были вбиты гвозди. Старинные дюймовые гвозди. А последний звонок, как установили сотрудники правоохранительных органов, был сделан мне незадолго до смерти. Продолжение следует...